У оппозиции сегодня просто праздник какой-то. Вслед за Удальцовым Навальный откинулся. Срок тот же, 15 суток. Да и дело написано как под копирку с идентичной административной статьей 19.3. Власть не блещет изобретательностью. Да и зачем, когда стоит задача просто вымотать нервы и сбить накал протеста. А для ее решения 15-суточное заключение самое то. Правда, протестно настроенные граждане только укрепляются в желании противостоять иезуитам из Кремля. Но у него и на это готов ход конем. Угроза оппозиционной печени. Спасибо всем большое. Такое дежави уже все это было. За последние 6 месяцев я месяц провел в этом замечательном десерпийном здании. Но нас железными кроватями и пшемной кашей не запугаешь. Если понадобится, не знаю, зайти в это здание и выйти еще там 2 раза, 22 раза, то я абсолютно к этому готов. Я уверен, что к этому готовы сотни и даже тысячи людей уже сейчас. И события последних дней не оставляют никаких сомнений, что тысячи людей готовы защищать свою права. И не боятся тех мелких, глупых репрессий, которые проводят сейчас режим. Я в первую очередь хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал и меня, и остальных арестованных здесь. Все, кто поддерживал нас в протестных акциях, передачи, добрым словом, как угодно. Это было очень важно. Я хотел бы сказать огромное спасибо всем тем, кто участвовал в протестных акциях все эти дни, все последние дни и в Москве, и в других городах. Эти люди настоящие патриоты своей страны, они настоящие герои. И мы были очень счастливы узнать, что эти протестные акции проходят, и им не нужно никакой организации, не нужно никем управлять, не нужно никому давать никакие советы. Люди узнают, за что они сражаются, и они делают это без какого-то указания, без каких-то руководящих советов. Уважаемые граждане, просьба разойтись. На уже знакомую полицейскую мантру с просьбой разойтись и не мешать проходу других граждан, а также их проезду, люди просто смеются. Итак, Навальный вышел, а Путин остался. И система осталась та же самая. И сколько еще пробудет Алексей Навальный на свободе, непонятно. Ведь впереди новые протестные акции. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин. Телеканал Политвестник. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин.